Ребят, всем привет! Я пришел в гости к Ренате Шакировой в нашем театре. Вот у нее сольная гримерка. Сегодня она исполняет партию «Царь-девица» из балета «Конек-Горбунов». Ренат, привет! Всем привет! Сейчас мы покажем, как подготавливается солистка балета к своей партии и вообще покажем все, что происходит сегодня до спектакля и после. Сейчас упадет огромная балерина. Слава богу! Тихонечку во время интервью на мне будет появляться лицо. На самом деле мне очень лень. Пора работать. Нет, я же девочка. Ты очень сильно растягиваешься. Да, но когда я выхожу из театра, меня не узнают. Что мне делать? Что мне делать? Я стою на сцене и я не знаю порядка. Внутри я покраснела, сердце ушло просто в пятки. Мурат, если нет волнения у артиста, значит, это не артист. Сашка, букашка, грязнюля, заморашка. Это правда очень важно? Да. Какая у тебя цель? Вкусно поесть. Что делать? А мы можем вот косичку, в принципе, вот не сверху начинать? Можно. А вот снизу прям. Я думаю, что мы... Давай, хорошо. Она не уедет. Спасибо. Так, Ренат, почему у тебя две короны? На выбор, на выбор, какая мне больше понравится. Кстати, сейчас скажешь, что лучше. Вот так вот поменьше. Ну, наверное, поменьше. Ну, все, выбор. Так, вот это костюмчик Ренаты на сегодня. Вот такой красивенький, узенький. Так, ребята, отвечаем в комментариях. Как думаете, для чего нужна вот эта вот резинка? Добавочные волосы. У меня никогда косы не получались. А тебе надо, чтобы они получались? Да я что-то постоянно в академии девочкам пытался заплести. У меня до половины получается, а потом она распущенная очень. Кстати, ты дергал девочек на косички? Признавайся. Ну, мне кажется, было пару раз. А ты? Так, Ренат, что это ты нанесла? Танечка. Так, все, хватит с мяса. У нас серьезное интервью вообще. Серьезное вообще, очень, да. Самое серьезное. Так, Ренат, я вот тут подготовил вопрос к тебе, парочку. Готова ты отвечать? Я готова. Так, ну, Ренат, ну давай, расскажи про себя, откуда ты родом? Я, в общем, родилась в Узбекистане, в городе Ташкент. Когда мне было, наверное, 4 примерно годика, родители переехали в Башкортостан. О! Знакомая, знакомая, знакомая уже, да. Ну и где-то, да, с 5-4 лет я жила в городе Стерли-Тамак. А вот смотри, мне написали из ансамбля «Солнышко», там, где ты танцевала, просили передать тебе привет. Спасибо им огромное, тоже привет. Это просто... Да, расскажи, это, получается, твой первый танцевальный коллектив, с которого ты начинала? Первый, единственный, так скажем. Вот у меня даже все детские воспоминания, это ансамбль, там, ни садик, да, ни школа, вот у меня всегда был ансамбль, потому что мы ездили на разные фестивали, в Самару, в Саратов, вообще какие только города мы не ездили, и это было самое крутое. А сколько ты лет там была? С 4-х лет и до 11-ти, да, вот до поступления в академию. Именно там уже вот педагоги посоветовали маме попробовать, потому что, ну, говорят, не получится, не получится, но есть все шансы. Ну, я с детства очень любила танцевать, и вот это вот ощущение на сцене. Ой, сейчас был такой смешной случай, когда мы поехали на фестиваль, и номер начинался, выходила девочка, эту роль доверили мне. И там должны были включить фонограмму, а фонограмма там, девчонка говорит, Сашка, Букашка, Грязнюля, Замарашка, и там что-то дальше. Ну вот, и, в общем, я выхожу, думаю, ну вот сейчас включится, а фонограммы нету. И я стою, мне кажется, внутри я вот покраснела, сердце ушло просто в пятки, думаю, ну я же на сцене, я же не могу с ней убежать, вот, в общем, я стояла до последнего и не испугалась, в общем, ждала фонограммы. А причем, а все уже начинали смеяться, я думаю, боже, что мне делать, что мне делать? Ну это тоже такая была проверка на прочность. Так, а расскажи, ты постоянно делаешь грим сама, получается? Да. Это никак вам мальчикам везет, да, вам все пришли и сделали, мы все сами. Я даже в какое-то время, в общем, пошла, научилась делать профессиональный грим, потому что обычно на поклонах у меня всегда уже грим, он находился не на лице, а уже вот под глазами, просто стекающаяся тушь. То есть ты пошла на курсы какие-то? Да. Ну сейчас посмотрим, это вот твой профессиональный грим, да? Столько кисточек, господи. Вот кисточки это да, это еще я половину уже брала. Что правда, столько нужно? Ну, да. Я бы максимум пользовался тремя. Ну я же девочка. Я вот лично от себя скажу, я бы, я всегда удивляюсь, как девочки просто постоянно что-то красят, вот ты смотришь на них, как они красятся, а у них как будто ничего не меняется, ну лично на мой глаз, они красят и красят, что-то тут взяли другую кисточку, сделали еще, а у них ничего не меняется как будто, а потом вот в конце ты уже понимаешь, да, что-то тут профессионально. Магия. Да, а вот на протяжении всего я вообще не понимаю, как будто ничего не меняется. Потихонечку во время интервью на мне будет появляться лицо. Это очень правда смешно, потому что когда я выхожу из театра, меня не узнают, и это правда. Это был не один случай. Что составляет тебя каждое утро вставать, заниматься балетом и еще и спектакль танцевать? Ну, на самом деле мне очень лень. Но, если я выйду и не подготовлюсь к спектаклю, не буду достаточно репетировать, то это будет ужасно. Обязательно появится видео, и я это увижу, и это будет катастрофа. Но, в принципе, все равно все свои видео я смотреть не могу. Наше же, да, ощущение, то, как мы танцуем, и как это ожидание реальности, но это знают все. И у нас оно так же подводит, к сожалению. Так, следующий вопрос от Мурика-артиста лично. Какие кошмары балетные тебе снятся, и снятся ли они тебе вообще? Да, у меня вот самый большой кошмар, я стою на сцене, и я не знаю порядка. Вот меня просто поставили, одели в костюм, и я вот стою на сцене, а я не знаю порядка. Для меня это вот самый большой кошмар. У меня есть когда покат на сцене, но он настолько нереально вниз, что просто невозможно стоять. И ты катишься, и зрители все смеются над тобой. Вот у меня есть... У тебя такого нет? Нет. Теперь будет. Спасибо. Вот в Италии покаты. Это просто... Ты вот реально стоишь и бандаешь вниз. Вот как в твоем сне. Я весь коронавирус... У меня каждую ночь снился кошмар, потому что я за день до коронавируса, короче, упал на сцене. И да, и потом просто был ужас. Если мы под этим видео соберем 5000 лайков, я в следующий раз покажу это видео, как я упал на сцене. Давай, я слышу вас. А сколько у меня-то падений было? Боже мой. Да? Кстати, да. Сколько у тебя было падений? Много. Первое время, когда я падала, боже, как я переживала. Это была... Для меня это была просто все, катастрофа. Я думала, что на этом закончилась жизнь. Вот. Но слава богу, есть балерины, которые меня успокоили на тот момент и рассказали свои смешные истории. Потому что падают все. Я с другом недавно общался, он мне говорит, я, говорит, стою сбоку и смотрю на склейки. И мне каждый раз скажется, что сейчас упадет балерина. И я после него начал постоянно смотреть на каждую склейку. Балерина крутит фуете, я смотрю на каждую склейку. Ну, фуете не страшно на самом деле, фуете даже хорошо, потому что ты попадаешь на склейку, у тебя... А, первое. Ну, если вращение есть? Да. Но там главное это, вовремя сообразить, что у тебя там первое, это не на два, а на три. Сразу быстрее. Сейчас будет очень интересный вопрос, интересующий меня, да и многих, надеюсь. Что сложнее, кардебалет или солист? И в кардебалете стоять очень сложно, потому что отвечаешь как бы за всех. Потому что если ты один выбился, все, картина сломалась полностью. В сольном, наверное, ответственность больше, что ты сам. Если ты что-то не сделал, только на тебя одного. Падает ответственность. А ты успела поставить кардебалет? Нет. Я не успела, но я расскажу. Я стояла в кардебалете, когда я сейчас студентка в академии. Я хотела подзаработать немножечко денег. И я тоже подрабатывала в трупах маленьких в Петербурге. И вот там я стояла в кардебалете. И это было адски, если честно. Потому что было даже сложно не то, что танцевать, да, а вот просто стоять, пока балерины там или солисты исполняют это даже. Понятно. Ответ сложнее кардебалет. Если солисты каждый день могут поменяться, то кардебалет нет. Вопрос от меня, как будущего педагога. Я видел, что ты очень сильно растягиваешься. Ты постоянно, ты садишься с палки на шпагат. Вот просто, чтобы вы понимали, Рината приходит на классику и просто вот так кидает ногу на палку и просто вниз туда со всей силы. Рината, расскажи про растяжку. Почему ты до сих пор так к ней серьезно относишься? И вроде бы уже там больше, чем шпагат три раза, а ты все не останавливаешься. В Лондоне, ну я прихожу всегда заранее, мне было лень идти к стульчику, чтобы со стула потянуться. И я решила, ну а почему не с палки? Я просто заметил, ты прям каждую классику вот реально берешь и на палку. Мне просто хорошо. У меня сразу мышцы эластичные становятся. Я вот ученикам постоянно каждый день говорю, чтобы они растягивались. И я не знаю, как им уже это объяснить, просто у меня с детства были мягкие ноги, я как бы особо не растягивался, о чем жалею очень сильно, потому что у меня тяжелая травма случилась. Но вот я бы очень хотел, чтобы мои ученики такого не допустили, например, я всем говорю растягиваться. Вот как ты думаешь, это правда очень важно? Да, конечно. Ну это эластичность мышц. То же самое, как вот мы занимаемся, мы их больше закачиваем. А растяжка это растяжение. Ну и тогда мышцы эластичные и амплитуда движения увеличивается. Во-первых, сила, выносливость. И тут только плюсы. Тоже должна быть золотая середина и растяжки, и закачки. Это бы прыжок был тоже. Ну да, конечно, тем более для парней это очень важно. Какая у тебя цель? Ой, цель? Вот у меня есть, допустим, шкатулка, да, и она вот большая. И туда не какие-то я складываю, да, драгоценности. Для меня драгоценности это вот мои партия. И мечта у меня, чтобы эта копилка была огромная, да, и чтобы она никогда не заполнилась. Чтобы там всегда было место для какой-то еще интересной, необычной партии. Вот такая вот у меня мечта. Слушай, у тебя очень похоже с Кимином. Он хочет перетанцевать все партии, которые ему подходят. Какая твоя любимая партия? Каждая партия, она прекрасна по-своему. Все равно, знаешь, вот ты выходишь в какую-то вот прям с определенным кайфом, и ты прям... Или ты вовсе так? Нет, я так вовсе, если честно. Ох, сейчас попробую зайти с другой стороны, смотри. Какой-то человек хочет пойти посмотреть на Рената Шакирова после этого влога. На какую партию он должен пойти в первую очередь? Который сейчас в реперторе. Все, не получилось. Я думал, сейчас я выманю настоящую любимую партию твою. Ромео Джульетта, вот Джульетта. Почему? Потому что там переход, их очень много. Ну, во-первых, три акта, да, и за три акта можно показать, как из девочки такую же в девушку превращается, и которая решилась, да, на убийство ради любимого. И тут просто огромное количество эмоций. Если вот, допустим, да, конек, рубинок, здесь все проще. Ну, царь-девица. Да, и тут, мне кажется, все вспоминают сразу мультики детские, и как-то, ну, как легко с этим образом, да, то в Джульетте это прям огромное количество образов в одном. То есть детство у меня было Китри. Вот прям любимая. Она сейчас уже не на, ну, как бы не на первом месте. Я помню твою Китри. Я тебе даже писал потом в инстаграме, что Ренат, это просто огонь. Я весь в мурашках там утопал. Это очень приятно. Вот для меня вот это вообще прям самое классное. Вот после спектакля, когда пишут, и когда коллеги пишут, это круто. Ребят, кто все это время стеснялся написать Ренату, что она крутая, вот ее инстаграм, вот напишите, что она крутая, и напишите, что от Мурика. Посмотрим, сколько людей от меня. Вы мы не ляда. Да. Есть ли у тебя ритуал перед спектаклем? Что такого особенного, что я делаю, нет. Ну, наверное, если какая-то роль, например, там, вот Джульетта, да, Жизель, такие... Влюбляешься в кого-то, да. Какой-то внутренний настрой. Есть ритуал, да, перед, там, за день до спектакля проходить все, вот, не включать эмоции совершенно. Это вот чтобы накопить. Ого, я, кстати, такое не слышу. Я просто очень эмоциональная, поэтому меня всегда это-то, сдерживают на спектакле уже, чтобы это шло намного легче. И искренне. Да, классно, если спектакли разные, это тогда вообще супер. На одном стоят ли ты одни эмоции, на втором уже другие, потому что другая история, другой сюжет, другие партнеры. Блин, прикольно. Как с волнением справляешься? Есть ли оно у тебя? Волнение всегда есть. Ну, вот это, я не знаю, людей, которые выходят на сцену и, да, такие, волнения нету, ничего нету, нет. Не должно быть страха. Вот это вот всегда учили с детства, как-то, ну, педагоги, да, вот. Потому что страх, он сковывает. А волнение, оно дает контроль. Вот это самое главное. Эмоциональная составляющая на самый высокий уровень, да, а вот мозг отключить, вот это нельзя делать. Надо наоборот немножко даже эмоции сдерживать. Потому что на эмоциях бывают очень часто какие-нибудь казусы. Я когда спросил у педагога по дуэтному, типа, как справляться с волнением, и многие артисты рассказывают, что у них нет волнения, и я им так завидую, а он мне говорит, Мурат, если нет волнения у артиста, значит, это не артист. Да, нет, волнение всегда есть даже, и там тоже говорят, да, там маленькая партия, большая, не знаю, мне порой даже на маленьких партиях волнения больше, чем на большом. Порядок повторяешь в этот день? В этот день нет. На сцене что-то, да. Или ноги уже под музыку делают? Вообще, на самом деле, вот, замечаю, если я начинаю повторять, то вот обычно перед выходом у меня начинается какой-то ступор, и я могу, какие-то вещи вот просто у меня могут вылететь из головы, и у меня вот тогда начинается паника. То есть, лучше не повторять для тебя? Так, ребят, это не для всех. Ну, не всё, да, не для всех, это у каждого своё. А то будут потом говорить, мне Ренат Шокирова сказала. Не повторять порядок. Я готова, почти. Так, реснички клеим. Ой, самое смешное было последний раз с ресницами, это на Дон Кихоте. Я не знаю, почему, в общем, у меня началась отклеиваться одна ресница, причём с первого акта, но ко второму акту я её подклеила, на третий акт я решила её заново переклеить. Полностью её сняла, нанесла клей, в общем, ада же начинается, и я понимаю, что у меня просто одна ресница вот так вот на полуглаза болтается. Я думаю, ну всё. Думаю, лучше бы она побыстрее уже слетела. В общем, первые пируэты, и она слетает. Я думаю, слава богу. Потому что если бы она ещё дальше вот так болталась, это было бы уже просто катастрофа. О, боже, что это такое? Ой, это... Это подкручивает свои ресницы, но ещё мне вот это она помогает. Господи, как страшно смотрится. Да. Ух. А, ну да, сейчас туда... Глаза появились. Самый ужасный момент на сцене? Кордуча. Срывает ожерелье, и вот она должна положить его там в сумку. И вот на одном спектакле у меня это ожерелье порвалось. И, в общем, бусинки эти покатились по сцене. И вот тут мне было страшно. Но слава богу, что все основные танцы закончились. Вот тут прям было волнительно. Как ты отдыхаешь после спектакля? Ой. Как ты восстанавливаешься? Это ещё так хорошо, когда можно отдохнуть после спектакля. А такое бывает не всегда. Вот. Но самый... Слушай, по-разному на самом деле. Ну, а для меня сейчас самое главное восстановление, это мы купили компрессионные штаны. Штаны. Да. И вот этот пистолет. И вот это прям... Это вообще лучше. Я вот сейчас думаю, как мы жили раньше без этого. Вот. Ну, потому что массаж тоже самое идеальное восстановление. Вот ванны, спа. Что ещё? Вкусно поесть. Раздели на проценты. Талант и работа. Талант должен быть, но если нет работы... Ну, работа, наверное, это, мне кажется, 90%. Потому что если талант есть, а ты не работаешь, то это талант. Он вообще никак себя не проявит. Допустим, у меня, да, не было каких-то суперфеноменальных данных для балета. Талант здесь как бы сыграл такой вот он, маленький был процент. Вот работы, наверное, больше всего удалось подняться. Если ты трудишься, то ты будешь что-то получать. А если ты просто сидишь, то ты ничего не сделаешь. Ничего не получишь. Так, ученики запомнили? И не только ученики, и зрители. Многие девочки сейчас, балеринки, а может быть, и пацаны тоже смотрят и думают, что нужно, чтобы добиться успеха в балете. Трудиться. Слушать педагога. Педагог плохого не посоветует. Вот. И, ну, наверное, иметь хорошую конкуренцию. Вот это тоже. Ой, ты так круто сказала. Да, потому что конкуренция в нашем деле, она нужна. Но она должна быть адекватной. Потому что конкуренция в зале, это хорошо. Конкуренция, вот, из зала ты выходишь, все. Это все друзья, все близкие. Я когда тоже в Уфе учился, я как-то ощущал, что вот, вроде я как бы стараюсь, но вроде как бы все легко дается. Потом приехал в Питер и понял, что я просто никто. Вот, я еще на год сел, чтобы поступить в Академию. И я просто увидел пацанов и думаю, ну все, пора работать. Я надеюсь, я у тебя немного сил потратил. Не, да ты че, все отлично. Спасибо, Ренат, за интервью. Спасибо тебе. Ну мы еще увидимся. Ну мы-то, да, мы еще не прощаемся. Я бы что-то делала на сцене, но тут... Ага. Есть время. Сколько тебе до выхода еще? Что-то точно не могу сказать. Я уже пойду на сцену, и как раз буду разогреваться. Так, покажи, Ренат, свой костюмчик. Шикарно. Кайф. Погнали. Я сейчас еще через гримен. Так, Ренат, что делаешь? Пришивая ленточки. Зачем? Потому что они любят выскакивать. И некрасиво потом вот так вот перечислять. Ребята, балетный лайфхак. А кто-то еще нет. Очень классно делает. Есть пластырь, который на... Не на тканевой основе, а на бумажной. Очень здорово можно вот так вот просто вот те. Приклеить ленточки. Вот так вот раз. Ленточки приклеить, и сверху закрыть тесемочками. Как я вот канифолю и пришиваю. Канифолю тоже, да. Но сейчас вот эти понты как-то мне не надо. Ребят, ну что, влог подходит к концу. Рената до сих пор кланится. Вот слышны аплодисменты. Я у нее в раздевалке жду ее. Пока она кланится, это будет еще долго. Считаю, что надо к ней перейти в Инстаграм. Написать ей пару ласковых слов. Ведь она реально молодец. Очень искренне дала мне интервью. Интересно отвечала. И очень хорошо станцевала, самое главное. Так, все, Рената пришла после спектакля. Поздравляю, Рената. Я уже Рената поздравил. Когда смотришь, вообще кажется, что она такая уверенная и прям стабильная. Это очень круто. Это приятно. Я так рада, что это незаметно внутреннее переживание и волнение. Мне показалось, что Рената была очень искренняя, очень общительная. Мне с тобой было очень легко. Прям вообще нереально. Мы просто смеялись. Все интервью придется очень много вырезать смеха. Но в этом все я, на самом деле. Больше радости смеха это ко мне. И самое главное, ребят, не забудьте подписаться. Канал Мурик Артист. Поставить лайк. Помните, 5000 лайков там надо собрать? А лучше 10. Чем больше, тем лучше. Да, вот. И поставить колокольчик, чтобы не забывать о новых выпусках. Также пишите комментарии. Каждый комментарий помогает продвигать мое видео. И самое главное, можете по ссылке оформить спонсорство. Это будет великолепно. Так что все, Ренат, пока. Пока-пока. Так, ребят, маленькое отступление. Вы хотите спросить, Мурат, почему две недели не было влогов? Почему не было спектаклей, закулисья? Всего самого такого интересного, которое было в предыдущих влогах. В общем, сейчас мне больше нельзя снимать закулисья, репетиции и спектакли. Все влоги, которые были, я в них вложил душу. Много часов монтажа. Всем они нравились, в том числе и мне. Я расстроился. Две недели не брался за монтаж. Но потом собрался и смонтировал интервью с Ренатой, потому что по мне оно было очень классным, веселым, очень легким. Такое маленькое обращение к вам, подписчики. Скажите, что вам было бы интересно смотреть и слушать про балет, про театр, про какие-то еще вещи. Но, к сожалению, снимать я больше не могу. Снимать я могу только себя, либо вне театра с людьми. Мне очень интересен жанр интервью. У меня есть пару идей, о чем я хочу снять. Очень бы хотелось снять такую легкую документалку про балетные травмы, потому что это очень такая интересная тема для меня. Вообще, пишите ваши идеи, я обязательно все посмотрю, все комментарии прочитаю. Стоит, ребят, расстраиваться. Я вот уже привык, что когда у меня только что-то начинает получаться, сразу все идет наперекосяк. Жанр был очень классный, но, к сожалению, он больше неосуществим в этом театре. Да, ребят, самое главное, конечно, подписывайтесь на канал и оставляйте свои идеи. Я все комментарии прочитаю, отберу то, что мне нравится, и, возможно, я начну это снимать. Хотелось бы уже заняться тем делом, где я буду главный. Мне никто и ничто не сможет запретить, чтобы это зависело только от меня. Так что, ребят, всем спасибо, что смотрели, что будете смотреть, что спонсируете, лайкаете, комментируете. Мне это очень приятно, поэтому всем пока!